Помнится, село нас кормило. Был рынок у курантов. Причем село нас кормило славно. Изумительное мяско и правильные продукты. Рыба и курица были там. Сейчас есть ритейлеровские супермаркеты. Так вот, что такое ритейлер, знаете? Вас там кормят. И далеко не качественными продуктами. А мы приехали туда, где деревня кормит наш город. А вот в чем вопрос-то. Куда мы приехали? Сейчас я вам просто потихонечку, все-все-все ровненько-ровненько так расскажу. Вы же хотите купить себе мясо, да? Да, вы можете себе мясо купить. Везде по городу есть мясные центры. Вопрос, каким мясом вы там будете затаривать собственную корзину? А каким? Я не понимаю. Потому что, а точнее сейчас еще дальше расскажу. То есть мы говорим о настоящем деревенском мясе. Я вам сейчас его покажу. Какое-то должно быть сало. Вот таких. Вот такое должно быть сало. Если сало не существует, то это свинина на антибиотиках. И потом вы просто не говорите, почему у вас антибиотики не везут. Да, хорошее место. Торговые ряды центральной городской ярмарки. А здесь, кроме всего прочего, вы также себе можете купить и бананчики, и апельсинчики, и все остальное. И рыба, естественно. Кроме всего. Мы же говорим о смысле. То есть здесь можно и поторговаться. И возможно, хоть чуть-чуть. Но для вашего удовольствия цена будет кормящая ваш семейный бюджет. Потому что там 5-10, и в итоге получается, ну грубо говоря, если много покупаете, лишняя тысяча, так тысячу можно здесь потратить. Еще одна крупная, но жесть. Вы, наверное, не смотрите ОРТ, а зря. Там с утра вам напоминают правила. Не есть сосиски, потому как нормальных нет. Не есть курицу, она напичкана антибиотиками. Не есть антибиочную свинину. Мало того, я вам это не рекомендую. Как не рекомендует и покупатель. А мы всегда сюда ходим. Как здесь удовольствие от получения продукта? Мы постоянно ходим именно в этот лоток. И все нормально? Нормально. И по цене тоже? Да. А ченочка не сильно дорогая, да? Нет, не дорогая. То есть, в принципе, возможно купить ченку здесь. Почему так? Да потому что мне лично на вас не наплевать. В городе пруд пруды и мясных павильонов. Как правило, все торгуют свининой. Или вы думаете, что это не промзабой? Ну, конечно. Постная свинина – это промзабой. Вам нужна свинина, в которой рой антибиотиков? Вам нужна свинина с сореной водой для увеличения веса? Ну, тогда туда. Здесь, на ярмарке, лучшая деревенская свинина и говядина и конина. Все с деревни. А то я, типа, продавец мяса. Да не продавец мяса, я вам сейчас просто объясняю, какое здесь мясо есть. Мы ездили как раз в Москву, да? И женщина мне говорила, говорит, ну, все, все, все. Чем вы питаетесь, это не есть хорошо. Я показываю вам, как вы питаетесь в мясном центре. Ермак. Вот, первоначально. Первоначально есть… Обратите внимание, какая говядина. Ну, какая говядина. Эту говядину просто я бы сейчас бы съел. Кроме всего прочего, есть еще и конина. Видите? А? А. А теперь про то, что продается везде и всюду. Ну, не везде и всюду продается. Ни говядина, ни конина. Ну, это уж честно. Их еще поискать надо, где это мясо продается. Как правило, везде продается что? Как правило, везде продается, ну, свинина. Теперь я вам показываю ту свинину, которую вы покупаете именно здесь. Почему я говорю, что это настоящее фермерское мясо? Сейчас объясню. То есть, свиношки, они как бы… Есть такая штука под названием бруйлерные свиньи, да? На бруйлерных свиньях, как правило, они такие почненькие, да? Там сальца нету. О! Настоящее свинину должно иметь вот такой слой сала. Три или два. Вот, посмотрите, вот это два. А это три. Причем, давайте определимся, сальцо, которое есть, для чего оно нужно? Оно нужно вам, естественно. И я не буду говорить, что сало надо выкидывать. Нет, понемножечку нарезаете, ссорите, и все нормально. Если есть большое желание, можно его закопить. Если нет такого желания, делайте спокойненько. Да, никак, никаких проблем. Проходите, пожалуйста. Видите, я вот с камерой общаюсь. Да, здравствуйте. Спасибо, что вы на меня смотрите, да? Вот. Вот оно. Вот оно, то самое мяско. И оно для вас. При этом цена. И при этом цена именно на такую свинину, она такая же, как и на бройлерную. То есть, ребятки, давайте выкинем из головы. Если мы хотим покупать то, что доктор прописал, мой вам совет. Приезжайте сюда. Рядышком в центральной городской ярмарке есть торговые ряды, где это мясо есть. К слову, о нашем житие-бытие. Раз мы говорим о качестве пищи, то только торговые ряды ЦГЯ. И мы говорим о правильной еде. К сожалению, Магнитогорск и это не рыбный город. Это город металла. Хотелось бы океанической рыбки, но по сути до любого океана от нас 2500 километров. А может быть и более. Но по сути океанская рыба, как и речная, по самой дешевой цене продается на рынке. Здесь же. Что не есть то. Теперь про цену естественно. Уж поверьте, можно есть как домашнее мяско, так и рыбу по той же цене. А речная дешевле. И она естественно свежая. Только что пойманная. Да, вот здесь рыбу продается. Везде вроде рыбы есть. Недавно магазин открылся. Но рыбка вкусная? 300 километров. Более-менее свежая все. Более-менее свежая, да? И эту завозят свежая. То есть будем говорить, что в принципе цены не высоки? Нет. И цены, да, но нормально. Вы знаете, аренда душит людей. Здесь при такой аренде бизнесу хорошо. Он не втирает ценники. И все, что вы хотите, продается здесь. Не уничтожая ваши кровно заработанные денежки. А по сути эти кровно заработанные денежки вас кормят в лучшем и в большем количестве. Итак, мы о чем сейчас будем говорить? Мы говорим о рыбе, естественно. То, что должно было быть для нас. По одной простой причине. Очень много у нас проблем с йодом. И вы не думаете, что вам скажут кушать и... Соль с йодом. Нет, этого делать не надо. Лучше есть настоящую морскую рыбу. Морская рыба где у нас продается? Ну, по сути, мест в действительности много. Везде и всюду оно продается. То есть вопросы цены и качества. Вот. И к слову о том, насколько далеко от нас до любого океана. Ну, как минимум, это 3-4 тысячи километров. То есть мы чем занимаемся? Мы берем то, что вам приводят сюда. А теперь вопрос, насколько это все замечательным образом работает для вас. Сейчас объясню, почему необходимо все-таки сюда прийти. Потому что есть мысль грамотная. Обратите внимание, здесь все для вас. Есть места для заморозки. То есть здесь не будут продавать рыбу размороженную. Здесь вы будете покупать то, что должно быть. Хорошая, качественная рыба для вас. Ну, естественно, есть и остальные вещи. Замечательные в том числе. Но чтобы вы там на меня не наезжали. Здесь, по сути, есть все. И покушать, и для хозяйства тоже. Это же рынок. Добраться не сложно. Но рынок рынку рознь. И вот вам правило другого толка. Мясо и рыба здесь есть. И ценники просто дешевые. Реально дешевые. Просто проверьте сами. И потом, может быть, вы мне что-то другое скажете. А может быть и нет. Потому что я посмотрел и прикинул, что лучше сюда и приехать. К слову, это же рынок. Вы можете здесь поторговаться. Это же все-таки, опять же, рынок. Итак, где мы? Мы на базаре. На базаре что можно? Можно поторговаться? Да, поторговаться, конечно. И по сути событий, если они немножко наторговались, ну, если человек решил много чего-то купить, да, там, на 30 тысяч рублей. Да, можно уступить. Матарный что можно? На 30% можно. Это хорошо? Очень хорошо. Теперь про сладости, любимые детяточками и девушками нашими. И девушкам, и детяткам есть чем порадоваться. И опять и о товаре, и о ценах. Все-все-все, что есть в городе, и не в одном ритейлерском центре, а в пяти, есть здесь на ярмарке. Теперь с ценами. Они здесь ниже, чем там. Почему вы здесь? Просто я взяла эти конфеты, они мне понравились. Вот второй раз пришла. Второй раз? Это все нормально, да? Да. Мне нравится здесь большой ассортимент. А цены? Цены, ну, тоже приемлемые. То есть, в принципе, нормальные, да, можно здесь покупаться? Конечно. Вопрос главный. Почему я вас люблю? Да потому что вы такие же, как и я, с такими же косяками и открытиями. И я бы хотел, чтобы наши открытия преобладали в разы над нашими косяками. Вот мы о врачах и говорим, да? То есть, мы зашли куда? Мы зашли к тому, что очень-очень любят нас есть. Я бы, может быть, это тоже любил, но вы знаете, есть время определенное. Сейчас сладостей не надо в том количестве, что было ранее. Но, по сути, события я их никогда не ел. Но мой сын это дело очень любит. Теперь возвращаемся к, куда мы сегодня пришли и к чему вернемся. Естественно, к цене вопроса. То бишь, мы вам показали торговые ряды. Центральговские ярмарки. То есть, вы должны понять, что здесь, везде и всюду вы можете поторговаться. Потому что это базар. Правильно? Ну, попробуйте поторговаться где-нибудь в торговом центре. Куда вас пошлют, куда-нибудь подальше. Естественно, здесь такого не случается. Всегда можно что-то сделать. Теперь вы пришли туда, где ценники еще меньше, чем где-либо. Почему здесь все такое хорошее? Да потому что здесь нет арендной платы. Такой большой. То бишь, давайте все-таки поделимся. Как вы будете питаться? То есть, если вы понимаете, что питаться надо правильно, единственный вопрос, куда приехать. Рыба дешевле, чем где-либо. Мясо дешевле, чем где-либо. Фрукты дешевле, чем где-либо. Сухофрукты дешевле, чем где-либо. Конфеты дешевле, чем где-либо. То есть, если вы все это дело набираете. Ну, то есть, у женщины какое счастье. Когда она получила свою замечательную зарплату. Я прекрасно понимаю, девочек наших. Вот у них вот это удовольствие, когда они могут все это сделать, потратить. Так приезжайте сюда, там, 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 там. Наберете подешевле. И качественный товар, я вам пронесняю. После всего этого у вас останется другой вариант. Еще что-то купить. И покупайте здесь же. Вы центральную городскую ярмарку знаете? Так вот, продуктовые и иные ряды как раз напротив. Как раз напротив то, что вам дает село. Как раз здесь лучше и дешевле питаться продуктами с лучшим качеством, чем в ритейлер-центрах. Я вам еще раз советую подумать. Прежде чем откидывать ваш бюджет туда, куда делать этого не стоит. Лучше есть продукты, которые вам дает Южно-Уральская деревня. Продолжение следует...